Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях ученый, библеист, аспирант Российского Государственного Гуманитарного Университета Сергей Николаевич Давидогу. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Здравствуйте! Когда мы читаем Священное Писание, мы очень часто сталкиваемся с такими моментами, когда иудеи были привязаны к своей синагоге. Христиане, соответственно, собирались в церкви, и для них эти собрания были очень важными, очень ценными, до такой степени, что Павел, например, в одном из посланий в качестве наказания, ну или, я не знаю, меры воздействия на грешника, предлагал его отлучить от, ну, то есть исключить из общества. Сегодня мы видим картину несколько другую, то есть большое количество людей называют, считают себя христианами. Но, ну, если ходят в церковь, ну, скорее не в церковь, а в храм, то ходят, ну, пару раз в году. Ну, собственно, какой-то общине, какой-то церкви, ну, имеется в виду церкви как собрание, не принадлежат. То есть, вообще говоря, вот библейский взгляд какой, зачем человеку нужно вот это вот собрание, церковь? Давайте рассмотрим этот вопрос. Вообще, мне кажется, довольно корректно вы сейчас сравнили церковь, новозаветную церковь, и синагогу. Синагоги, ну, насколько вот мы знаем из истории, археологии, это то, что появилось в первую очередь за пределами Палестины. То есть, это некий институт, который был нужен иудеям в диаспоре. То есть, там, где они были, в общем-то, в меньшинстве, где им нужна была какая-то культурная связь друг с другом, где нужна была школа и какой-то институт, который бы их защищал, ну, скажем так, во враждебном окружении. И многие исследователи говорят о том, что церковь, вот новозаветная церковь, когда она появляется, она во многом, ну, мы знаем из книг «Деяния апостолов», что апостолы начинали проповедовать в синагогах, и дальше церковь, она строится по принципу синагоги. Они имеют очень много общего. И, ну, это что касается, допустим, самого появления устройства вот этих вот общин. То есть, да, действительно, как мы видим это в Новом Завете, у церкви была такая функция, ну, скажем так, вот это собрание людей, которые являются меньшинством, которые являются где-то угнетаемыми в какой-то степени, ну, чуждыми своему окружению. У них должна быть вот эта вот среда, вот эта защита какая-то, место, где они могут побыть вместе с такими же, как они. Но, с другой стороны, и структурно тоже какое-то образование нужно, там, в конце концов, касса взаимопомощи или что-то вот такое-то. Ну, да, в какой-то степени, да. Но, в целом, мы видим в Новом Завете два измерения церкви. Ну, и можно для примера открыть, скажем, начало первого послания Коринфянам. Ну, в общем-то, большинство посланий так начинаются, но вот мне нравятся именно это начало, особенно учитывая то, какое в этом послании продолжение. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, Исосфен, брат, церкви Божией. То есть, вот он обращается к какой-то группе людей, которую он называет церковь. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе, призванным святым. То есть, это конкретная группа людей, которые называются словом церковь. То есть, одно измерение церкви — это община. И мы встречаем также слова Иисуса, который говорит о том, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. То есть, говорится о том, что если какая-то группа людей, уже начиная, в общем-то, с двух, собирается для прославления Бога, для поклонения Христу, то он уже находится там, то есть, это уже церковь. И это, наверное, одно из самых важных измерений церкви, потому что, собственно говоря, христианство — это религия, которая построена на отношениях. Нельзя быть христианином в одиночку. Ну, в одиночку нельзя. Ну, люди же в основном не в одиночку. Они в семьях где-то там. Да, как бы есть такое измерение. Семья, она тоже очень важная и значимая. И, собственно говоря, Бог сравнивает церковь с семьей в определенном смысле. Но помимо семьи человеку нужно учиться взаимодействовать с другими людьми, которые не похожи на него, с которыми у него нет кровных связей и так далее. По очень простой причине. Ну, в условиях, когда у нас не сельскохозяйственное общество, когда там каждый человек там свой какой-то земельный надел возделывает. В условиях там городов, там еще каких-то производства. То есть человек так или иначе находится в коллективе. Ну, почти всегда. Ну, мы не берем какие-то отдельные работы, которые может человек делать вообще как-то обособленно. А как правило, все-таки есть какой-то коллектив, в котором он находится. В наше время мы вообще живем в обществе индивидуалистов. Люди вроде бы находятся в коллективах, но они, в общем-то, отчуждены от этих коллективов. Люди приходят часто на работу, они занимаются каким-то общим делом, но при этом они продолжают быть чужими друг для друга. Когда мы видим библейскую идею церкви, это идея практически семьи. Но семьи людей, которые не связаны родственными, кровными связями, которые связаны Христом, которые связаны поклонением Христу. И это почему важно именно то, что здесь есть определенная модель семьи. Потому что именно когда у людей есть какие-то близкие доверительные отношения, когда их много что связывают, раскрывается то, кто они на самом деле, каковы они. И что вот вскрыто за их какими-то масками, которые они привыкли носить большую часть времени. — Стоит ли это раскрывать? — В этом и смысл церкви. Смысл церкви как раз в том, чтобы раскрывать. Если мы с вами читаем, собственно говоря, первое послание Коринфянам и второе послание Коринфянам, обращение Павлу к вот этим людям. Вот посмотрите, как он замечательно называет в самом начале. Церковь, освященные, призванные, святые. То есть создается такое впечатление, что там ходят люди с нимбами и которые бесконечно любят друг друга. Дальше мы, когда читаем это послание, мы видим совершенно другую картину. Мы видим картину людей, которые ссорятся друг с другом, которые подают в суд друг на друга, у которых внутри общины есть довольно серьезное социальное расслоение. Когда они собираются на общую трапезу, каждый приносит свою еду, и те, кто беднее, они голодные, а те, кто богаче, они объедаются. Мы видим, что люди совершают какие-то немыслимые вещи, как, например, человек спит со своей мачехой, что люди пользуются услугами блудниц, что у них постоянно есть какие-то конфликты на почве возникающих ересей. У них возникают какие-то вопросы к авторитету апостолов и так далее, какие-то борьба за власть. Ну, какие-то такие вещи, ну, довольно гнусные, да, можно так сказать, очень человеческие. И вот это вот сообщество людей Павел называет святыми, призванными церковью. Почему? Потому что здесь раскрывается, кто они есть на самом деле, какие у них есть проблемы, и они вместе эти проблемы решают. Они их не замалчивают, они от них как-то не открещиваются, они решают эти проблемы, сосредотачиваясь на главном, на Христе. И Павел, особенно вот через эти послания, он показывает, что эти все проблемы, они не делают это сообщество не церковью. То есть они продолжают быть церковью, если у них есть главное, если они смотрят на Христа и стремятся к тому, чтобы уподобляться ему, быть вместе с ним. И именно раскрываясь друг перед другом, именно поддерживая друг друга, помогая друг другу решать свои жизненные, духовные, межличностные проблемы, вот это сообщество становится церковью. Если люди приходят в какое-то место просто для того, чтобы спеть, просто для того, чтобы побыть, поставить свечку, принести денежку и что-то еще, и уходят, это не церковь. Это то, что мы можем назвать храм, да, это то, что мы можем назвать даже, может быть, клуб по интересам, что-то еще. Церковь – это именно сообщество людей, которые тесно связаны друг с другом, помогают, поддерживают друг друга. Мне представляется, что очень для многих сегодня раскрыться – это подставиться. Конечно. И подставиться – это то, чего любой человек старается избежать. Конечно. Мы же связаны, ну, как сказать, сегодня контекст такой, что чем больше обо мне где-то информации, тем больше людей нехороших этой информации могут воспользоваться. Да, это так и есть, и в этом сложность церкви. Человек, приходя в церковь, он идет на риск. И, ну, надо понимать, что вот эти вот люди, о которых пишет апостол в послании к Коринфянам, что вообще они сделали сами со своей репутацией? То есть это же вот апостол пишет вот эти вещи, потом человек читает, ну, вот представьте себе, да, вот вы что-то натворили, похожее из того, что здесь описано. И потом, как бы, это читает вся община, а потом это читают и другие общины, и читает весь мир. Что вы будете чувствовать? Понятное дело, что это, ну, как бы, такое раскрытие, которое, как говорится, врагу не пожелаешь. Тем не менее, через этот человек должен как-то пройти, потому что церковь может расти, развиваться и быть действительно церковью только когда люди проходят через смирение. Когда вот эта вот гордыня, какое-то желание сохранить вот свое лицо, оно уходит на второй план перед смирением по отношению к, ну, перед своими ближними и перед Христом. И это очень важное измерение церкви, и, к сожалению, очень часто, когда мы встречаемся с церковью, мы не видим этого. Мы видим как раз сообщество людей, закрытых, сообщество людей-формалистов, сообщество людей, которые действительно, как вы сказали, приходят, может быть, несколько раз в год на какие-то служения, и они даже не знают друг друга. Фактически это не церковь. Ну, да, я просто к тому, что, как правило, ну, может быть, я тут ошибаюсь, но все-таки человек раскрывается тогда, когда он осознает свою слабость. Тогда, когда, ну, вот действительно мне плохо, мне уже, собственно, не важно, как я выгляжу, не важно, как ко мне будут относиться, мне важно сейчас какую-то помощь получить. Да, это тоже имеет место быть, и именно поэтому за Христом, допустим, кто шел за Христом? За Ним шли люди, которые были изгоями в своем обществе, люди, которые очень многое потеряли, люди, которых все ненавидели, люди, которые совершали тяжелые грехи. Потому что и Христос говорил прямым текстом, что эти люди, хотя они такие ужасные, грязные, да, у них столько проблем в жизни, они вперед праведников идут в Царство Божие. Потому что они ближе ко Христу, им проще прийти ко Христу, им проще смириться. И Христос как раз из таких людей изначально и создает свою Церковь. Ну, вот проблема в этом плане, что как раз получается, что до тех пор, пока меня не допекло, ну, совсем сильно не припекло, я, конечно, раскрываться не буду, и поэтому, может, мне и Церковь тогда не нужна? — Вопрос как раз в том, что основной проблемой, основным грехом, скажем так, человека является гордыня. Сколько человеку нужно пострадать, сколько шишек набить для того, чтобы он все-таки смог смириться, это вопрос для каждого человека отдельный. И некоторым людям приходится очень много чего пережить, прежде чем они все-таки дойдут до вот этой точки смирения. Поэтому, да, это проблема, но с этим ничего не поделать. И человеку приходится бороться со своей гордыней даже не только, когда он приходит в Церковь. Ему приходится с этим бороться в семье, бороться на работе, бороться каждый день в своей жизни, потому что гордыня — это та вещь, которая вызывает очень много проблем в жизни. Вот. Ну, кратко я хотел бы еще упомянуть о втором измерении Церкви. Это, оно более ярко показано в послании Ефесиным, в пятой главе, и еще определенным таким метафорическим образом в 21 главе книги Откровения. Эта Церковь как сообщество всех людей, которые признают Иисуса своим Господом и Спасителем. То, что апостолы называют, сравнивают с невестой. И, по сути дела, мы видим картину того, что Христос, он берет, как бы, себе в жены Церковь, не отдельных каких-то людей, но Церковь. И на небесах будет Церковь. Поэтому, если человек не является частью Церкви, то он, получается, не является вот этой невестой Христа, он не является частью Нового Иерусалима. И быть частью Церкви можно именно тогда, когда ты строишь с окружающими тебя людьми, с людьми, которые придерживаются таких же взглядов, в первую очередь, как ты, отношений, о которых говорил Христос, отношений, поддержки, любви, заботы, принятия и взаимопомощи. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы сталкиваемся с непониманием, мы сталкиваемся с необходимостью раскрыться перед другими людьми. И это очень сложно для нас. И мы видим, что очень часто, приходя в Церковь, мы не видим ни искренности, ни какой-то поддержки, помощи. Все это так. Но нам необходимо помнить, что Церковь — это мы с вами. И какие усилия мы совершаем над собой для того, чтобы помочь, выслушать, поддержать другого человека. Какие усилия мы совершаем над собой для того, чтобы раскрыться, чтобы сбросить маски. Такой и будет наша община, наша Церковь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok